Открытый телеканал представляет Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь передача «Спасение Титаника» в студии Катя Варшавская, ведущая и мой коллега Игорь Литвинов. Здравствуй, Игорь! Привет! Рада тебя приветствовать, как всегда. Тем собралось много. В основном тематика сегодняшней передачи будет израильская, поскольку действительно каждый день практически выходят новости, которые не оставляют равнодушными никого. И, пожалуй, перейдем сразу к делу. Смотри, хочу начать с того, что был опубликован годичный отчет Организации Всемирного Сотрудничества и Развития, OECD, то, что называется в Израиле, вообще в мире, принятое название этой организации. Так вот, эта организация опубликовала отчет, в котором говорится, что Израиль из всех стран, которые входят в состав этой организации, их 37, находится на первом месте по уровню бедности. Да. То есть разрыв между богатыми и бедными слоями населения самый большой в Израиле. И согласно, опять-таки, подсчетам, которые провела эта организация, по-моему, около 21% населения нашей страны живут за чертой бедности. Как ты это прокомментируешь? Ну, это не, на самом деле, не новые данные. В принципе, они известны. Начиная с 2004 года, когда Израиль пришел на новую платформу, неолиберальную, как Америка, разветвление между бедными и богатыми слоями населениями в Израиле увеличивается постоянно. Подожди, но неолиберальная платформа, по-моему, последние 30 лет у нас внедрялась, да, и активно реализовывалась. Реализовывалась активно, но символы определенные оставались от прежней политики. То есть у нас была довольно-таки сильная система социального страхования, которая на данный момент, сегодня, с 2004 года, когда было структурное изменение политики экономической, было изменено. То есть, в принципе, такой большой весомый удар именно эта разница между богатыми и бедными получила тогда, когда Нетаньяу был министром финансов Израиля. И вот именно с этого момента, с этой точки можно считать полнейшее развитие между социалистической идеей, которая была в начале Израиля, и то, что стало сегодня. Это знаковый доклад, потому что он показывает нам, мы в последние три года слушаем дифферамбы, которые поются правительству Израиля, экономическую и сцебричную, до какой степени хорошо мы прошли кризис, как хорошо все прошло. На самом деле, если мы смотрим, кто прошел и как, то мы видим, что в Израиле существует определенный тренд, постоянно увеличивающий разницу между богатым и бедными славями населения. Если мы смотрим на перспективу развития Израиля, как страны, которая находится в окружении, в плохом, до какой степени тут важно, чтобы была солидарность между гражданами для выживания страны как таковой. То есть мы не Швейцария, мы не можем себе позволять такие вот разветвления между бедными и богатыми, когда бедные слои населения просто чувствуют себя не связанные абсолютно с государством. И вот мы видим, что вся эти экономические дифферамбы, которые нам пели Всемирный банк, американский, неважно, европейцы говорили, Израиле лучше всех прошел кризис, мы видим на самом деле, за счет кого он этот кризис прошел. То есть за счет слабых слоев населения? Ну, средний класс и слабые слои населения. Мы видим вообще, что средний класс какой-то как динозавр постепенно уходит в прошлое. То есть среднего класса в Израиле, если посмотреть на отчеты, в принципе, средний класс – это меньше и меньшая прослойка населения. Ну вот смотри, даже мы знаем, что забота о среднем классе – это, в принципе, был основной постулат Ейрлапиды, который у нас сейчас является министром финансов и который, в принципе, пришел к власти, он и его партия, благодаря именно вот этим всевозможным лозунгам и намерениям позаботиться о среднем классе и о уровне жизни среднего класса. Мы знаем, что разыгралась в израильском обществе такая непростая дискуссия по поводу нового бюджета, который должен будет быть принят. Мы знаем о том, что Ейрлапид предлагал увеличить дефицит бюджета до 4,9%, по-моему, но в итоге, после снижения рейтинга, мы об этом говорили в предыдущей передаче, все-таки договорились о 4,65%, если не ошибаюсь. Тем не менее, последуют определенные сокращения бюджета, последуют определенные повышения налогов, которые повлияют так, что средний класс, насколько я читала, средняя семья израильская лишится около 7 тысяч шекелей в год, именно как результат этих действий, этих решений. Опять же, это показывает нам, в каком мире мы находимся. В каком мире? Объясни, пожалуйста. Это очень знаковое. То, что произошло здесь, то есть обычно у нас есть какой-то временной отрыв между решением, между какой-то, я не знаю, там, прокламацией, что я говорю, что я хочу, и тем, что я делаю на самом деле. Мы говорим старая политика, грязная политика. На самом деле, то, что произошло... Две недели назад он говорил, что средний класс вас обманывают. Через две недели, буквально после того, как он зашел на пост, понял, как работает система, что ее, в принципе, человек с хорошими намерениями, как Кейра Лопит, сдвинуть не может. Он не может, потому что... А что может сдвинуть систему? Об этом мы говорили уже много раз, что рычагов, на самом деле, у него, как таковых, нет. Потому что Израиль... Нет, у него или нет, в принципе, в этой системе? Вообще, в этой системе, которую мы построили, глобального мира интегрального, где Израиль находится, маленький корабль, который плывет за стальной флотилией, у него нет никакой возможности, очень маленький, меньше и меньше грани какого-то лавирования со стороны в сторону. Яйра Лопит пришел с хорошими намерениями, с хорошими лозунгами, с хорошими экономистами даже, посмотрел на реальную ситуацию. Он увидел, что Израиль это страна экспорта, что Израиль работает в связке с другими странами, что Израиль не способен обеспечить себе никакого экономического роста без того, что другие страны мира находятся в состоянии экономического роста. И он опять же пришел к среднему классу, попросил у них открыть карманы, чтобы получить эти деньги. То есть системный кризис как таковой невозможно решить хорошими, благими намерениями. Это вот опять же тот же самый пример, просто очень яркий. Почему сейчас такая волна возмущения? Потому что разница между то, что пообещали, и то, что на самом деле, она такая диаметрально противоположная. И то, что ты говоришь про системный кризис, привести несколько примеров. Датский концерт Майерск, это крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире, понизил свой прогноз по мировой торговле. В компании ожидают более низкого спроса на морские контейнерные перевозки. Поскольку Майерск занимает лидирующие позиции в сегменте морских контейнерных перевозок, компания считается одним из барометров того, что происходит с мировой экономикой и с мировой торговлей. Опять-таки, согласно новым прогнозам этой компании, в 2013 году мировой спрос на контейнерные перевозки должен был увеличиться на 2-4%. Теперь, в принципе, прогноз таким и остался, но их более позитивные прогнозы были 4,5%. В итоге они сошлись между 2-4% роста. То есть, тем не менее, ожидается рост торговли. То есть, пусть более низкий, но рост. Рост ожидается, но дело в том, что этот рост, есть разница между этим ростом и теми обещаниями, которые Ейрла передает. То есть, Захая в Минфин Израиль, он даже, наверное, я не знаю, понимал ли или нет, но, в принципе, должен себе представить любой политик Израиля, до какой степени у него руки связаны. Не из-за того, что он плохой человек, не из-за того, что он грязный политик, а из-за того, что он находится в инфраструктуре определенной, которая абсолютно у Израиля возможность повлиять на какое-то решение, а не минимальные экономические решения, я говорю. Мы даже можем пример дать то, что случается сейчас с Банком Израиля, который снизит. А почему? Инфляция растет. То есть, по экономической политике мы знаем, если есть инфляция, мы должны увеличивать ставку. Абсолютно. А потому, что Израиль завязан на экспорте, Израиль должен бороться за то, чтобы наша внутренняя валюта была конкурентоспособной. То есть, конкурентоспособность, это наоборот, то, что мы думаем. Мы должны иметь более слабый шекель для того, чтобы люди, экспортеры могли привозить, платить зарплату на нашей стране, которая работает на экспорт. Мы должны иметь слабый шекель, ты правильно сказал, для того, чтобы наши товары были дешевле. Да. И поэтому пытается Банк Израиля сейчас закупать валюту и снижать ставки, хотя по экономическим канонам они не должны этого делать. Почему? Потому что, опять же, Израиль завязан на всей этой инструкструктуре. Кстати, Банк Израиля, во-первых, снизил учетную ставку на четверть процента, абсолютно правильно, на прошлой неделе это было, с одной стороны, достаточно таким сюрпризом до рынка, с другой стороны, все ожидали каких-то действий, потому что мы видели, что наша валюта дошла до уровня 3,49 огорода. То есть, в принципе, такой достаточно критический уровень, и Банк Израиля начал вмешиваться в торги, но, тем не менее, это его вмешательство было таким незначительным. И все равно курс доллара относительно шекеля продолжал стремиться вниз. И в итоге Банк Израиля снизил учетную ставку на четверть процента и добавил, что он планирует купить доллару в размере 2 миллиарда и 100 миллионов за оставшийся период этого года. То есть, в принципе, он будет поддерживать шекель, то бишь, повышая намеренно курс доллара. Да, ну это, опять же, это такие, это немножко опасные вещи, потому что мы видели страны, как Бразилия, как Россия, которые сильно пострадали от того, что пытались какие-то сделать внутренние решения насчет валютных рынков, особенно Бразилия, которые просто в итоге стаи этих хеджных фондов пришли и просто поставили на колени и сделали какой-то шаг, который повлиял потом на слабость экономики. Ну, об этом разговор я даже. Тем не менее, да, мы видим сейчас Японию, мы знаем, что японская иена намеренно, курс которой занижается сейчас Банком Японии, потому что долгое время курс был достаточно высокий, и это очень сильно повлияло на, опять-таки, на японский экспорт и так далее. И мы знаем, что вот за последние полгода иена значительно ослабилась, опять-таки, благодаря этим намеренным действиям. И, в принципе, мировое сообщество сначала вроде бы так высказывало свои возмущения и недовольства, но теперь вот последний GSREM, который был, по-моему, две недели назад, никто даже про Японию, ну, так, особенно и не вспомнил про их интервенции на валютном рынке. Но, тем не менее, их экспорт действительно получил возможность такой реабилитации и оздоровления. Я возьму Японию как хороший пример. Не будем смотреть, не будем утруждать зрителя данными о валютных рынках Японии, но факт тот, что Япония живет, и довольно-таки неплохо, 20 уже или больше лет, без всякого экономического роста. То есть, модели такие существуют. Я, опять же, хотел вернуться к тому, что происходит сейчас в Израиле. На самом деле, вот этот вот доклад, который вышел в ОСД, то, что происходит с Ейром Лапидом, все это, и то, что происходит с теневой экономикой. Ты знаешь, что в Израиле 25% экономики, она теневая. То есть, вот это разветвление, вот этот доклад как таковой, цифры не имеют смысла. Имеет смысл расслоение в обществе то, что теневая сектор экономики в Израиле, стране, которая находится постоянно в экономическом и в политической, и в военной блокаде определенного уровня, оно привело к тому, вот эта вот политика к расслоению населения. Если 25% экономики не проходят под радаром налога, это значит, что люди не отождествляют себя с государством. То есть, они не видят государство как какой-то организации, которая защищает их в определенном, в данном случае, в экономическом смысле. Но это же возвращает нас, опять-таки, к теме механизмов. Какие, в принципе, механизмы есть у нашего правительства, у ключевых лиц государства? И какие механизмы, может быть, нужно доработать, разработать, чтобы действительно общество и государство находились в таком здоровом симбиозе и функционировали? Вот этот здоровый симбиоз мы должны сделать. Потому что существуют страны, как, допустим, та же самая Швеция. Швеция, вообще Скандинавия, где существует определенный уровень, определенный стиль жизни, то есть, там, какие-то племенной такой, семейный уровень жизни. И опять-таки, в той же Швеции существует достаточно высокий уровень доверия между людьми и между людьми и государствами. Вот про это мы и говорим. То есть, если мы хотим, чтобы государство было идееспособно с экономической точки зрения, мы должны обеспечить, чтобы люди относились к государству, что государство действует в отношении книг с каким-то поручительством, что оно применяет экономические ручки для того, чтобы защищать их интересы. Мы говорим о взаимном поручительстве, о том, что люди, государство по отношению к слоям населения и люди между собой находятся в такой интеракции, которая дает им возможность быть уверены в своем завтрашнем экономическом дне. Того, что в Израиле на данный момент не существует. И опять же... Да, к сожалению, мы наблюдаем, что чаще всего государство заботится действительно об интересах бизнеса или определенных групп населения. Мы знаем, что существует такое понятие, как лоббизм в парламенте. И не только в израильском вообще, в принципе. Действительно, есть большое количество людей и большое количество групп населения, которые не представлены, чьи интересы не представлены активно, не защищаются. Это даже не представляя интересы. Я опять же беру пример Швеции, что там такая атмосфера взаимоотношений между людьми. Опять же, мы в Израиле должны это делать определенно на другом уровне, потому что у нас есть различные свои различные виды населения, различные религиозные, там, я не знаю, национальные специфические такие данные. Мы обязаны создать уровень доверия, уровень взаимного поручительства в экономических отношениях между нами. То есть тот момент, когда мы придем к модели, которая уже работает, когда мы поймем, что 25% экономики, которая проходит по радарам министерства теневой экономики, мы можем взять с этой экономики деньги. Если мы вернем доверие, эта экономика вернется в нормальное русло. А вот это доверие вернется из-за того, если мы будем правильно обучать наше население. Обучать, я имею в виду, что с детского возраста мы будем учить наших людей жить не в мире, где я. Это основное все, что вокруг меня призвано меня, как бы, я не знаю, там, помогать мне жить, помогать мне. Я проверяю себя по отношению другим. А это то, что вместе мы, на фоне данного, что происходит в мире, вместе мы экономически, если мы будем принимать вместе экономические решения, правильные, которые будут учитывать нужды каждого населения, мы придем к более хорошему результату, чем если мы будем заниматься лоббированием. Вот это вот простая формула. То есть понять, что эпоха эго, эпоха личных решений, она прошла. И в данной ситуации, для того, чтобы выжить Израилю как государству, не только Израилю, но и другим странам мира. Но не только выжить, мы бы хотели еще и процветать. Процветать, я говорю про экономическое. Те же 25% населения, которые не платят налог, 25% экономики, если бы они платили налоги. Сегодня решения Ейролапиды относительно среднего класса не были такие кардинальные, жесткие, потому что эти деньги были бы в 25% экономики, если я не ошибаюсь, это в районе 80 миллиардов шекелей. Вот эти 80 миллиардов шекелей где-то не платят налоги. Если бы мы получали эти налоги, не было бы, а почему мы не платим их? Потому что каждый играет в свою игру, каждый пытается, не верит, не видит. Я тебе скажу, Игорь, другое. Почему каждый играет в свою игру на своем поле? Ты прав. Потому что каждый не чувствует уверенности в том, что о нем позаботятся. Мы вынуждены заботиться о себе сами, ты понимаешь, о своих детях, потому что о них не позаботится никто другой. Мы про это и говорим, что даже с экономической, даже если смотреть на узкую перспективу, я не говорю о высокой идеологии, даже если говорить о узкой перспективе человека, как экономического единицы, который принимает определенные решения, ему выгоднее сегодня работать вместе в соответствии с другими, в поручении с другими людьми. С людьми, с индивидуумами. Ну, замечательное слово «товарищ», кстати, я с детства его помню. С индивидуумами экономическими, которые… Единицами, конечно. Единицами, да. Тогда ты уже там очень жестко и формально говоришь, но ладно. Очень много примеров. Кстати говоря, если мы так смотрим, то есть статистика сама по себе, она ошарашивает на самом деле. Но я изучал вот эту тему в свое время, и я знаю реальные цифры. То есть существуют целые сектора, которые в принципе, это религиозные евреи и арабская часть населения, которые в принципе составляют 50% вот этого доклада. 50% бедности в Израиле, ответственные два эти слова. То есть 10% мы относим к арабскому населению и к ортодоксальному? Да, 50% от всего вот этого. И те, которые… О чем я хочу сказать. На самом деле, вот все, что сегодня есть с точки зрения демонстрации и недовольства, это не те люди, которые находятся за гранью бедности. То есть мы должны разделять. Те демонстрации, которые были в Израиле в 2011 году, вот сейчас, в которой мы видим волна возмущения растет, в основной части вот этих вот демонстраций не стоят те люди, которые записаны в этих докладах. А почему те люди, которые записаны в докладах, те, которые действительно за чертой бедности, никак не проявляют сэндовольство и так далее? А потому что первый слой населения, для них экономическая модель, экономическое, там, я не знаю, развитие… Первый это ортодоксальный? Да, ортодоксальный, не имеет такого большого веса. А вторая успешно живет теневой экономики, которая, в принципе, с одной стороны, не отождествляет себя, наверное, с государством, они, с одной стороны, не платят, с другой стороны, они не дают государству, и поэтому они живут. То есть данные, они немножко искаженные. Такие размытые, да? Размытые. А те, которые выходят на демонстрации, это не… Есть там часть матери-одиночки, есть часть определенная, которая, да, состоит в этой категории. Да, они находятся чертой бедности, но основная часть вот этих вот трехсоттысячных демонстраций в Телеве и в 2000-е, это люди, которые просто недовольны своим положением, которых постоянно пичкали потреблением, потреблением, потреблением. Мы пришли к 2011 году, они увидели, что есть разница между тем, что им пообещали, тем, что они возможно могут получить от экономической системы. И вот за эту разницу они пришли бастовать. Но это их право, Игорь. Это абсолютно их право. Мы все хотим жить лучше, мы все хотим, как получше и процветание. Но факт, что это говорит о том, что с идеологической точки зрения модель, парадигма потребления, оно просто себя практически использовало, исчерпало. Хорошо, я бы хотела вернуться к началу передачи и все-таки под занавеси сказать о том, какие решения возможны. Ты видишь вот этой ситуации разрыва такого большого между бедными и богатыми? То есть какие рычаги нужно задействовать? Какие, может быть, инструменты нужно нам выстроить новые для того, чтобы мы могли как-то этим управлять, как-то этот вопрос решить? Все на самом деле долгосрочная перспектива говорит о том, что мы должны делать интегральное воспитание населения постепенно. Начиная с самого маленького человека, с ребенка и кончая людьми нашего возраста и дальше. Это первое, это основное. То есть в принципе экономически уже доказано, это видно, что в данной эпохе, в данной эпохе не расцвета экономического. Если мы не объединимся, если мы не будем жить в экономическом поручительстве один к другому и каждый будет тянуть на себя, мы экономически эгоистически не выживем. Я не говорю о каких-то цветочках и, я не знаю, о благих намерениях. Я говорю о экономическом выживании на нормальном уровне. Нормальном уровне это уровень, который сегодня есть. Но конкретно как это должно реализовываться? Вот, допустим, кто-то там мать-одиночка, и кто-то там сосед, семья, четырех человек. А как они друг друга должны поддерживать? Должны часть зарплаты передавать этой матери, которая мать-одиночка? Или наоборот, должны какие-то взаимные услуги друг другу оказывать? Я дам простой пример. В тот момент, когда человек чувствует о том, что государство пытается защищать его интересы, в тот момент, когда человек понимает, он воспитан определенным образом, теневой экономики таковой не будет. Мы можем говорить о каких-то рычагах, силовых решениях, но не там лежит это решение, оно не там. Оно в том, что люди понимают, что в данной ситуации мы должны быть вместе, и то, что если я не плачу налоги, как это существует в той же самой Швеции, я себя плохо чувствую. Существует система, существует... То есть моральные ценности. Ты про это? Это не только моральные ценности, это моральные ценности, которые вынуждают нас в экономической реальность. Вот и все. Экономическая реальность заставляет нас относиться к другим индивидуумам определенным образом. То есть, опять-таки, экономическая реальность, не только экономическая, мы можем поговорить еще, а экологическая и другая реальность Действительно вынуждает нас вернуться к тем старым, забытым, к сожалению, ценностям, которыми мы жили. Да, но тогда мы жили это из моральных определенных целей. А сегодня мы живем для того, чтобы экономически обеспечить уровень, для того, чтобы наши дети смогли дальше продвигаться в новом мире. В новом мире, опять же, систему потребления, которую мы развили, мы не можем поддерживать. Мы обязаны ее заменять. Об этом мы говорили уже, что эта система ценностей будет заменена. В религиозном, кстати говоря, мы говорили сейчас, религиозная часть населения, они не чувствуют себя бедными, может быть и чувствуют, но это не основная их забота. Почему? Потому что аспект их взгляд на жизнь, он определенным образом в другую сторону направлен. Вот мы должны сегодня не быть религиозными евреями, а направить свой взгляд от потребления, от новых айфонов, компьютеров, машин, на другие вещи. И тогда проблема решится. Мы можем делать диету, когда мы голодаем, и можем делать диету, когда мы отвлекаемся. Давайте отвлечемся. Давайте отвлечемся. Дорогие зрители, давайте отвлечемся. С вами была передача «Спасение Титаника». Мне было очень интересно, я говорю, спасибо большое. Я подумаю над тем, что ты мне сегодня рассказал. И желаю вам хорошей недели, и встретимся в следующий раз. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok